Ну что, всем моим ароматным дырыщам, большое хэллоу. С вами снова я, Кирилл. Сегодня мы с вами будем говорить о моем опыте и мое заключительное экспертное мнение о ароматах History de Parfum, о пяти ароматах этого бренда и, собственно, о том, к какому выводу я пришел, когда я их разнашивал. Это где-то две, две с половиной недели я их, короче, разнашивал. И, в общем-то, мнение не совсем однозначное. Поэтому, если вам интересно это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. Ссылочка в закрепленном комменте. Парфсука. Как бы. Вот. Зацените сережечки. Есть у нее такая, знаете, выдова марципанша. Такая марципаночка. Интернешнл. Вот. Ну и, собственно, не забывайте про мой промокодик на сайте рендеву. 10 квасен. Ну, уже все, надеюсь, его знают. Вот. И покупайте эти ароматы History de Parfum. И из прошлых обзоров BDK. Вот. На сайте рендеву за 10% скидкой. Промокод простой. 10 квасен. Большими буквами. Допинфа в закрепленных комментариях и в инфобоксе. Пользуйтесь. Ну, а вообще, я вам хотел сначала пожаловаться. Короче, иногда мне вообще не хочется снимать видосы, девочки. Но я не перестану это делать никогда. А почему не хочется? Потому что, знаете, это какие-то вот набеги селятин меня отдали. Или набеги селятины, которые вылезли из-под коровы, наверное. Но я просто даже не знал, откуда берутся такие люди. Мой любимый вопрос, вот, который селятин эти пишут. Ты мужик или баба? Я такая думаю, ну, как бы, вы там проходите где-то лечение, может быть? Куда вам скинуть на лечение? То есть, сколько нейронных клеток у вас в мозгу не хватает, если вы не можете определить, кто перед вами, какой пол имеет человек, который перед вами. Ну, я, конечно, понимаю, что вы кроме барана, овцы и коровы у себя в хлеву никого не видели. И кроме Васьки алкаша, и не знаю еще там кого, и детей подземелий, наверное. Конечно, понимаю, что кругозор у вас там ограничивается тем, что у вас там в хлеву. Ну, наверное, же не тактично такую хуйню писать, такой красивый блогерша. И вот, короче, эта тупость, она изо дня в день, я сначала отвечал на комменты какую-то язвительную хрень, потом у меня время тупо просто не хватает на этот бред отвечать. Я их, короче, сразу же блочить начал. И вот, знаете, они особенно волнами активизируются, весной особенно. То ли у этой селятины деревенской там весеннее обострение, то ли я вообще там ничего не понимал, то ли действительно какие-то психически нездоровые. Ну, я вот не понимаю, девочки, ну, действительно, это надо быть, наверное, больной на мозги, вот, чтобы не понимать вообще, не уметь определить пол человека. Ну, знаете, это надо создавать центры для лечения таких людей. И надо их вот как-то это, работать над ними или изучать. Поэтому, комментаторши, пишите в комментариях, что делать с такими людьми. Вот, ну, иногда, знаете, они меня тупо вымораживают, бесят. Я просто там пачками, короче, могу их блочить в эти периоды обострений. Причем только в Ютубе. В Телеграме у меня вообще все спокойно. Ну, в Телеграме аудитория другая, просто поймите это. В Телеграме вообще классно. Подписывайтесь на мой Телеграмчик, у меня там классно, весело. И никакой тупости в комментах, только одни умности и пиздодельство. Ну, что, все, короче, давайте с этими вступлениями, давайте начинать. Кошмар уже, блядь, пять минут почти. Короче, с этими хистеридепарфамами я их не могу никак запомнить. У меня тупая память на цифры. А эти суки, они назвали их цифрами. И, короче, вот в чем дело. Давайте, короче, начинать. 1742 год. У каждого этого аромата есть буквенное название. Один называется Маркиз де Сад. Один называется Божественная комедия. Я, короче, вообще не рублю кто есть кто. Почему эти собаки не написали где-нибудь здесь, как это называется, блядь, по буквам? Почему по цифрам, блин, как это, возможно, запомнить вообще? А у меня по истории всегда была двойка. А тут какие-то исторические события еще. Ну, короче, пипец. Так, все, давайте. 1472 год. Сейчас я их буду на нюху, короче, определять. Ой, ну, короче, давайте. Вот это то, что называют бабкиными ароматами. Он мне понравился. Я его носил в такую, знаете, в прохладную погоду. И он мне очень понравился, как он звучит. То есть, знаете, он стартует диким-диким иланг-илангом. Вот как старая школа. Умираю немножко. Бергамотом илангом-илангом. Вот очень, очень красиво. Потом уже в сердце у него начинает проявляться жасмин, нарцисс какой-то. И база у него алкоголистая, амброво-деревяшистая. Очень красивый созданный аромат. Действительно красивый, классический у Хистери де Парфам. Вот. В общем, мне понравился на прохладную погоду. В жару я бы его не носил. В жару он у меня тоже попал за тест. Но мне не понравилось, как он звучит. Уж очень душно. Давайте сразу про стойкость. Все ароматы стойчайшие. Ну, это 6-8 часов вот стойкости. Вот так вот. Очень шлейфовое. Даже немножко кое-где душное. Вот. Ну, я их, короче, железо наносил. По 5 пшиков и терпел. И, в общем, все заебись. Ну, я же разношил. Какой там один пшик? Надо 5 наносить. Ну, в общем, 1472 год я его охарактеризовал для себя как классика Иланга-Иланга. Конч, разъеб, советую. Кто у меня классическая бабка, обратите внимание. Дальше. 1740. Вот. Как называются эти парфюмки, посмотрите в инфобоксе. Я туда вставлю их буквенное название. Флакончики достаточно простые, без изъебств. Хранить удобно. Вот так вот столбиками поставил. Как бы все норм. 1740. Это у нас такая, знаете, почулисто-специевая история. Очень много почули. Почулистая база. И почулями он даже стартует. Чувствую, здесь очень много перца, кориандра, кардамона. Огромная, короче, куча в базе. Кожа, имбирные ноты, деревяха, кедр, дубовый мох. В общем, знаете, это очень-очень тепло-специевый аромат. Однозначно на зиму. Вот он у меня в погоду еще ни разу не попал. Я его носил тут вечером, задыхался. Звучит реально очень неплохо, очень уютно. Но я открывал все форточки, чтобы хотя бы, ну, как-то охладить его. Потому что, ну, душил просто безбожно. Но сам замес очень интересный, очень классный. Я бы, ну, сказал, что здесь вот главная нота. Это кардамон, кориандр и почуля. Вот. Очень будет крут на зиму. Прям такая, знаете, специевая согревашка в духе слона кинзо. Кто любит слон кинзо, это прям такой вот собратец. Тоже понравился. Но в погоду он у меня не попал. А не большинство зимнее. Понимаете? Так, давайте 1969-й. Вроде бы вот этот вот я запомнил. Потому что 69, знаете, 69-я поза. Ну, вы поняли, да? Короче, этот ароматец я запомнил. Он посвящен французской сексуальной революции. Вроде бы. Тоже он мне показался интересным. Но тоже вот на холодное время суток. На осень, на зиму. Но вот тоже здесь вот сортует кардамоном. Вот этими вот согревашками. Мускат на орех кое-где может стрельнуть. Но раскрывается он в розу. Раскрывается он в очень красивую такую припыленную розу. Ну, вот тут, кстати, написано пирамида. Вот. В розу, в такие вот фруктовые нотки. То есть, потом может появиться персик такой вот мохнатенький. Но тоже аромат согревающий. Вот 1969 год. Аромат тоже он согревающий. Тоже он задушит вас. Летом их невозможно будет носить. Он вас задушит, передушит. За трусами еще. Сверху придушит. То есть, это тоже где-то. Вот холодная весна мне понравилась. Ко мне, когда приезжала Дарьюза, мы гуляли по городу вечером в холодинке. Он звучал очень неплохо. На вот 20 градусов, когда у нас было 18. Это, конечно, ужас. Это невозможно терпеть. Очень громко было. Вот. А так, это такая, знаете, я бы назвал розово-специевая согревашка. Звучит интересно. И вообще об этих ароматах я бы тоже сказал. Это действительно прям ниша. Возможно, я их как-то просто описываю по ключевым нотам. Я вам называю ключевые ноты, которые я слышу. Но звучат они действительно интересно. Звучат они занимательно, сложно. Также одним аккордом. Но разделить их можно. Они такие причесанные, тоже такие хорошо собранные. Вот. Но вот 969 год, почему он в честь сексуальной революции? Наверное, за персиком. Персик тут такой не сочный, а матовый. Вот, как мне кажется. Но аромат я бы все-таки не назвал суперсексуальным. Он такой, знаете, все-таки про холод, про согревашку, про уют. Секса я тут как бы не слышу. Дальше. 1804 год. Вот так вот он выглядит. 1804. И, в общем, знаете, флаконы у них у всех одинаковые. Вот. Вы меня, кстати, заставили этот бренд разнюхать. В общем-то, я доволен брендом. А что у нас потухло? Девочки, почему потухашка произошла? Ужас, не понимаю сам. Что у нас там потухло-то? Видели камбэк потух? Ужас какой-то. Мистика. Вот этот аромат, он мне прям понравился. Потому что он стартует ананасом. Тут прям ярко, четко. Опять включился. Господи, ну что за мистика такая? Он что, угаснет, что ли? Видите свет? Он что, угасает, что ли? Ничего. Он же ярче был. Что-то не тот варится, девочки. Что с ним не так, я не понимал. Играй давай. Ананас, зеленые ноты, цветочные ноты какие-то, но неопределимые. Вот главное здесь ананасикус. Что тут еще там в нотах? Жасмин, роза, кстати, тоже есть. Такое вот персик. Вот тиаре я тут не слышу. Хотя тут написано тиаре. Тиарешки я тут не слышу, нет. Стартует он прям таким зеленым, сочным ананасом. Очень густым причем. Раскрывается он в жасмин тоже, в цветочные такие вот розово-цветочные ноты. База у него сандалово-мускусная. Я бы назвал. То есть сандал древесный, такая вот мускусная база. Он мне понравился больше всех из-за ананаса. Также вот я его как-то просто описал, но вот его невозможно как-то по-другому описать. Звучит он намного сложнее, чем я описывал. Не знаю. Вот у меня только с этими, с хистори де парфумами. Так, причем, когда я на BDK снимал обзор, то есть там все как-то у меня в башке совпадало. То есть я правильно говорю. Здесь же как-то невозможно описать. Они очень густые. Они какие-то так же. Вот он тоже согревающий. Вот он тоже вот как будто бы на зиму этот ананас. Есть у него еще такая вот глинтовейновая нота. Вот что я хочу сказать. Они все теплые. Они все теплые. Они не холодные ароматы. Эти все хистори, они теплые. И вот как-то вот на более прохладное время года их больше хочется носить. Даже вот этот вот ананас вроде. Вот ананас чего там, кислинка, все такое. Но нет, он тоже кислит. Но из ананаса это прям стал моим фаворитом. 1804 очень много я... Он у меня появлялся в ароматах дня в телеге. Но вы могли заметить. В общем, понравился. Вот этот 1804 прям супер советую. Он еще вроде там как-то называется. Супер раскрученный и всем нравится. И последний. Это 1899. 1899. Я тоже уже не помню. Вот почему на них не написано вообще, как они называются. Ну это же бред какой-то. По номерам записан. Знаете, серьезно говорю. У меня по истории всегда была двойка. Потому что я не запоминал, что, где, когда там вообще. Классно. Ну вот тоже тут то же самое. Стартует он бергамотом. Зелеными нотами, какими-то хвойными. Такими вот кедрово-елочными нотами. Елка тут очень хорошо слышится. Вот в базе написано ваниль. Вообще не слушаю здесь ваниль. Вот. Бергамотом, елками, пихтовым маслом. Каким-то вот так вот он стартует. Раскрывается он в такой вот бархатный ирис. Очень красиво. В бархатный ирис. Какие-то такие вот немножечко апельсиновые цветы. Но без цветов. То есть я бы назвал его не цветочный. Но вот ирис здесь такой вот древесный. Знаете, такой вот древесный бархатный ирис. И база у него такая вот мастодонтово-древесная. Но тоже елочная. Очень классный аромат. Он прям действительно пахнет вот пихтовой елкой. Вот я бы его носил вот ближе тоже к Новому году. Тоже он теплый. Тоже он согревающий. Но действительно как-то вот он ассоциируется с Новым годом для меня. Тоже есть здесь, знаете, еще такие специевые нотки. Что-то типа мускатного ореха капельку. Что-то типа кардамона. Что-то такое вот. Но тоже вот их сложно описать. Сложно описать эти хис-хистори де парфам. Вроде бы знаете. Уже все про них сняли обзоры. Я действительно очень поздно про них подумал, вспомнил. Потому что вы просили такие. Сними нам хис-хистори де парфам. Сними нам хис-хистори де парфам. И вот с чем я столкнулся. Что их сложно описать. Вот они батареечкой вот так вот стоят. Их сложно описать. Они все теплые. Они все занимательные, интересные. Вот вроде знаете. Вроде у них простые пирамиды. Вроде они звучат так просто. Без какой-то там изъебинки. Без каких-то там вот этих вот филипципестровых историй. Но вот как говорю. Но звучат они по-другому сложнее. Вот так вот. К затесту однозначно советую. И вот обязательно напишите как вам эти хис-хистори де парфам. Потому что они мне вот понравились. И они вот сложные. Они сложные. Вот невозможно их описать. Кто с этим столкнулся тоже. Мне кажется не я один. Вот сложный замес. Вроде есть какие-то якоря. Вытаскиваешь вот эти вот там мускатный орех. Там где-то персик. Где-то розу. А вот все равно база как будто там еще очень-очень много нот намешана. В общем знаете. Эту нишу я вам рекомендую. Не от одного аромата я избавляться не планирую. Потому что они мне действительно понравились. Классные. Вот 1804 который с ананасом. Я вам просто советую. 1804 оказался моим фаворитом. Ананас здесь просто заебический. Но тоже он теплый. На холодное лето. Вот как-то так вот. Ну все. Кому понравился обзорчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на телегу. Ну и все такое. А с вами был я Квасин. До новых встреч. Люблю. Целую. Пока-пока.